А в Зелендинском районе Акмолинской области пытаются привлечь молодежь работать в селе. Специалистов, едва окончивших университет, обеспечивают работой. До конца года в районе планируют трудоустроить около тысячи молодых людей. Мадина Смогулова встретилась с теми, кто возрождает казахстанские поселки. Четыре месяца тщетных попыток найти работу. И вот кто-то из родственников посоветовал Аймгуль Сидкожиной зарегистрироваться в центре занятости. Вопрос по трудоустройству молодой девушки-выпускницы вуза был решен буквально за 10 дней. Я самостоятельно не смогла найти работу, устроиться. Я пришла в центр занятости, мне потребовалось свои документы сдать. Меня устроили на работу органы внутренних дел. К слову, молодежь охотно берут в отделы при Акиматах. На начальном этапе первые полгода они получают зарплату в 45 тысяч тенге. Они задействованы и в сезонных работах, в аграрном и туристическом секторах. По линии центра занятости в рамках имеющихся программ мы трудоустроили 27 молодых людей. К соцработам привлекли 32 человека, к общественным – 55. Мы планируем до конца года обеспечить 100% на тех, кто у нас зарегистрирован. В районе немало тех, кто желает открыть собственное дело. Так, 139 зерендинцев смогли успешно пройти курсы и получили предпринимательские навыки. 77 человек взяли микрокредиты. Еще 12 прошли по условиям отбора. Им предоставлены гранты на 240 тысяч тенге. В 2019 году в Зерендинском районе начнут строить горно-обогатительный комбинат. Также в нескольких селах будут проводить сети воды и электроснабжения. Все это позволит создать как минимум еще 40 рабочих мест. Водина Смогулова, Анатолий Поляна, Евгений Шинкаренко, Акмолинская область, Хабар, 24.